репрессируемых заключенных. И вот такими, видимо, согласно путинской новой идее, должны стать геи, ну вообще ЛГБТ, потому что, еще раз подчеркну, это не есть некая организация с четкой структурой, потому что признавать экстремистской можно только то, что в принципе обладает какими-то признаками единой организации управления, мероприятиями и так далее. А это нет, это просто движение. Каким образом можно было вот это сделать, непонятно. Кроме того, существует еще и призн, экстремизм это отдельная статья. Поэтому теперь выглядит это таким образом, что они будут как бы пополняться, вот эти свои безобразные так называемые резервы, они будут наполнять, потому что всем должно, я думаю, уже вскоре стать понятным, что две дороги после первого же доноса, две дороги, либо карательная психиатрия, либо, соответственно, зона там, где процветает аудио. Мария, вот буквально две минуты у нас остается, к сожалению, мало времени, но вот очень коротко хотела бы с вами еще такую новость обсудить. Новость культуры у нас называется теперь так. В конце прошлой недели в Москве прошло вручение премии «Золотой граммофон». И вот там бывший барабанщик группы «Земляне» Владимир Киселев вручал сертификаты на один миллион рублей двум личностям в балаклавах. Их фамилии не называли, они ничего не пели, они вообще ничего не говорили. А награды, оказывается, они получили за то, что поехали воевать в Украину и, как утверждали со сцены, подбили танк. И знаете, вот зал при этом приветствовал их стоя. Скажите, как вам вот все это действие на сцене, если коротко, да, как все это можно назвать, и вот такая реакция зала? Так это рейдер со стажем. Он все, что делал в своей жизни, делал исключительно для того, чтобы обогащаться вот таким путем. Даже название группы «Земляне», где он был барабанщиком, потом ее несколько раз восстанавливал, он и то украл у настоящей группы с этим названием, то и пришлось отказаться от названия и выступать под другим именем в дальнейшем, потому что он украл это название, и они пробовали судиться бесполезно. Дальше он же чем, так сказать, знаменит? Тем, что он же рос в одной подворотне с другим Владимиром Владимировичем. И, соответственно, тот даже крестил одного из его безголосых отпрысков, там один юркист, другой Владимир, вот для того, чтобы раздавать вот этим профнепригодным, это знаете как, что такое афония? Это отсутствие вокального звука при попытке его издать. Вот этим славно вся вот эта семейка, значит, начинает барабанщика, который, соответственно, сидит с закрытым ртом, так как петь там нечем, вот, ну и, соответственно, его жена по кличке Север и вот эти два отпрыска. Значит, весь этот золотой громакон делается для того, чтобы раздавать им вот эти вот всякие награды и призы, а название вот вообще этого и русского радио, все остальное, тоже было им похищено у Кожевникова ранее, это тоже был такой же рейдерский заход, и тут он посмотрел, что как же не обогатиться за счет этой преступной людоедской схемы. То есть это совершенно не говорит о том, что кто-то вообще что-то подбивал. Более того, эти ноунеймы, как вы правильно обозначили, в балаклавах молча постояли, то есть это непонятно кто это, но это просто, я не знаю, как вам сказать, цирк уродов. Да, то есть, получается, зал просто аплодировал убийцам и рейдерам, и вот так вот. Послушайте, там же они привлекли и усугубили состав для Лепса и Баскова, которые были, так сказать, фронтменами этого его нового движения. Он хочет, таким образом, какое-то количество, так сказать, денег затащить на себя и таким образом монетизировать несуществующие, как бы, достижения. Неизвестно, кто и что там делал. Вы сами правильно сказали. Знаете, как будет, конечно, им всем стыдно после того, вот, как это все будут потом им вспоминать на самом деле. Спасибо вам большое, Мария. А кому будет стыдно? Я думаю, что будет все-таки. Спасибо, у нас заканчивается время в эфире. Мне стыдно давно, а как рудимент отпало. А мне кажется, что, может быть, у кого-то все-таки, хотя бы у тех зрителей, которые в зале, может, у кого-то хотя бы совести проснется. Спасибо вам большое. Мария Максакова, оперная певица, бывший депутат Госдумы РФ, была в нашем эфире. Добрый вечер. Меня часто спрашивают особо одаренные подписчики, зачем, зачем вы показываете Марию Максакова? Очень просто. И все очень просто. Затем, что когда она в следующий раз вернется, а она возвращалась, я напомню, что она эмигрировала на Украину в 16-м году, а три года назад она приехала с триумфом. Здесь просто прошлась по федеральным каналам, раздавала интервью за деньги, мелким бесом вокруг нее вообще все ходили. Так вот, когда она в следующий раз приедет с таким же триумфом и будет ходить здесь как победительница, чтобы хоть кто-нибудь, хоть кто-нибудь вспомнил, что она в течение этих лет говорила. Потому что она говорила и до своего возвращения тогда, в январе 21-го года. Дело в том, что так устроена публика, что если показывать по телевизору людей в каком-нибудь значимом приятном контексте, то их начинают любить. Анатолий Григорьевич Лысенко, ТВ-гуру, руководитель программы «Взгляд», мне говорил, что если табуретку показывать в программе «Взгляд», то эту табуретку могут выбрать Верховный Совет. Это он так комментировал, когда ряд ведущих «Взгляд» стали депутатами. Владимир Мукусев, Александр Политковский, по-моему, еще Александр Любимов. Владислав Листьев тогда, кстати, не то что не захотел, но так не сложилось, не стало. В общем, песня совсем не о том. Так вот, показывают вам, я не знаю, каждый день в рекламе, лично я вижу, Леонида Агутина. Но уже никто не помнит, что он там собирал деньги для Украины. Все эти отмазки, что это вот не для ВСУ, а для беженцев или для украинцев, они вообще не катят. Теперь вот после того, как пранкеры развели толоконнику, и она признала, что они все, кто жертвует беженцев на Украину, они прекрасно дают себе отчет, что это идет на вооружение, что это идет вот для того, чтобы покупать снаряды. Хотя там, я не знаю, тот же вот любимица кариатура Федора Бондарчука, Михаил Идов. Бондарчук сделал его режиссером, этого журналиста, и всячески продвигал. Он, допустим, не скрывает, что он жертвует именно на снаряды, потому что там есть такая опция, я напомню, Никита Сергеевич Михалков рассказывал об этом в одном из выпусков Бесогона, что ты можешь тысячу евро отправить, это около ста тысяч рублей, и по твоему желанию на один из снарядов нанесут надпись, которую ты захочешь. Лидов просто хвастался запрещенной соцсети, которая раньше называлась Твиттер, теперь называется Икс у Илона Макса. Ну, опять же, песни не о нем только. Вот. А показывают Агутина по телевизору, и мы любим его, и прямо на улице не может он выйти, чтобы автографа у него не взяли. Прямо любимец, любимец просто. Или Сергей Лазарев. Уже никто не помнит, что Владимир Вольфович Жириновский про него говорил, и что сам Лазарев говорил на Украине, когда бывал, что для него Крым есть и остается украинцем. Никто не помнит, как он после начала СВО разразился, какой речью. И, в отличие от очень многих людей там отстраненных, которые просто ограничились черным квадратом, он там использовал ненормативную лексику, в общем, высказался по полной. Ну, все хорошо, его облизали ему. Захар Прилепин, правильно, в интервью Ксении Собчак объяснил? Ему там сказали, что надо сделать, какие движения произвести, и все, он снова любимиц публики. Так вот, когда Мария Максакова, я повторю, в очередной раз вернется сюда и станет любимкой вашей, и вы будете наслаждаться ее беседами, ее пением, ее интервью, я хочу, чтобы хоть кто-нибудь, хоть кто-нибудь, может быть, вспомнил, что она говорила. Вот поэтому я и оставляю здесь выдержки из-за ее многочисленных бесед со сведомыми журналистами. А чтобы два раза не вставать, я, поскольку я напомянул Владимира Киселева, я интервью, отрывок из интервью с ним, который я записывал в 2014 году, здесь тоже оставлю. И под конец, уже по традиции, из недавней беседы со Станиславом Садальским, где он рассказал, почему он поссорился с Максаковой Сташей, он показал, как Максакова младшая Мария Петровна поет. Пока-пока. Ну, а там, будучи таким вот, ну, культовым музыкальным продюсером, там, композитором, как ты можешь оценить, допустим, заявление того же Александра Кутикова, просто сидя на твоем месте, он сказал, у нас шоу-бизнеса нет. У нас есть шоу-бизнес или нет? Шоу-бизнес, бизнесмены есть? Шоу-бизнес есть или нет? Ну, во-первых, к великому сожалению, не к Саше буду обращаться, это стало очень модно отвечать. Во-первых, что за оценка? Есть шоу-бизнес? Нет? А есть космонавтика или нет? Ну, упал космический корабль, значит, нет космонавтики. Ведь, к сожалению, я должен такое словосочетание применить в нашем возрасте, очень тонкая грань, она безумно тонкая, перескочить между, пройти по этому лезвию, между стариковской, а вот и в наше время, и сегодняшней оценкой. Тем более, немаловажный момент, многие наши музыканты и моего поколения, прежде всего, переступили, на мой взгляд, грань в другом. Представить себе в 70-х годах, когда мы, выходя с худсовета фирмы «Мелодия» или Останкинских худсоветов Первого канала, или как он там назывался тогда, Центральной телевидной, да? Обпевались портвейном, и, как любой молодой солдат говорил, когда я буду старым, я не буду таким деспотом, и мы говорили о том, что Богословский, Фраткин, Тухманов, великие люди, но они нас реально гнобили. И вот мы, когда будем такие, а сегодня Эльгард прямо народный артист, заслуженный, ну, представь себе, народный артист Англии Оззи Осборн, или заслуженный артист Франции Дэвид Холидей. Ну, это же, ну, просто нонсенс, это не имеющее право сочетаться. А у нас сегодня, посмотри на моих коллег, опять-таки, я имею полное право это говорить при всей моей репутации при Кремлевского, к Кремлевской, там, все то, что обо мне хотят говорить, у меня нет ни медальки, ни звания, и более того, не будет никогда, потому что я считаю, что для меня гораздо важнее, что мы продали 20 миллионов дисков, что мы объехали полмира, что наши песни до сих пор, мои дети приходят из школы и просят подписать пластинку своим друзьям. Для меня, например, это гораздо важнее, как оценка. Я могу, кстати, привести пример еще более старшего товарища из предыдущей волны, рок-волны, того, кого он называет дедушкой советского рок-н-ролла Александра Борисовича Градского. У него тоже нет ни одной правительственной награды, ни на один юбилей он не получил. Кстати, действительно, я вот... А у него награда самая главная, журналюгию, я думаю, что заодно это слово. Да, он придумал это слово, да. Он себя увековечил. Нет, Саша, мне иногда кажется, что человек, который самодостаточный в музыке, ему это не надо, тем более ведь музыка... Вот это сейчас такой, опять же, Макаревичу такой, нет? Нет, 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 при чем тот Макаревич? Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Ничего. Маша, вот почему с Людмилой там поругались, Маша Максакова думает, что ее голос... Во-первых, поет очень вульгарно. Кто-то ужасно поет. И никто, никто, никто билет ее не покупает на нее, понимаешь? Потому что предателей никто не любит. Потому что она очень вульгарно, вульгарно поет. Нет какой-то культуры пения. Хотя голос красивый, но начинает выпивать это просто карикатуры. Журнал «Крокодил». но вот может быть поэтому это обиделась людмила из-за дочери золотая рыбка станислав садаль приветствую вас друзья меня зовут евгений додолев в эфире программа золотая рыбка